Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 30 мая. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Ленты, пушистые платья и строгие костюмы. В детских садиках – волна выпускных. Детский курорт Анапы должен быть самым безопасным. С таким девизом город вступает в летний сезон. Предъявите паспорт или, пожалуйста, обратно в свою страну. В Анапе проходят рейды межведомственной комиссии. Организация отдыха и оздоровления детей – главная тема заседания межведомственной комиссии. В этом году педагогические программы «Здравниц» прошли аттестацию. Отдых маленьких анапчан и гостей курорта летом станет содержательнее. Авторов лучших программ отметят в конце сезона, оценят теорию и практику. Планируется прием организационных групп детей, как мы говорили, 48, 48, заостряя внимание, объектов санаторного курортного корпуса общей вместимостью около 23 тысяч лет. Членам МВК необходимо еженедельно проводить мониторинг по организации работы детских грамот. В случае поступления жалобы на учреждение детского отдыха, запрепленный член МВК лично выезжает на место для выяснения обстоятельств. В первые дни летних каникул в анапских школах заработают 28 лагерей. Вожатые примут более 4 тысяч школьников. Спортивные школы и секции будут работать по летнему расписанию. Активную программу предлагают молодежные организации «21 век» и «Ратмир». Укомплектованы 40 детских площадок в городе и в сельских округах. Новинка года – проект «Кино нашего двора». Центр занятости предлагает школьникам подработать летом. В этом году много интересных вакансий, так что заработать на iPad, новый планшет или велосипед могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Дополнительную информацию можно узнать в центре занятости или в школе по месту жительства. И еще одна приятная новость. Администрация города и специалисты управления по делам семьи и детей разработали программу отдыха и оздоровления маленьких анапчан. Путевки в анапские здравницы и санаторий Кубани стали в два раза доступнее. 50% стоимости компенсируют за счет местного и краевого бюджета. Май – пора выпускных. У школьников экзамены, у воспитанников детских садиков балы. Наша съемочная группа побывала на одном. В детском садике номер 30 «Березка». Для дошколят последний день в детском садике – начало новой ступени образования. Хотя и знают они к этому времени уже много. Знакомы с буквами, складывают их в слова, считают и решают простейшие задачи математики. Багаж стихотворений самый богатый. Не каждый взрослый вспомнит столько рифмованных строчек. И поделиться таким богатством хочется с самыми близкими. Здравствуйте, мамы, папы и гости. Здравствуй нас завтра, дорогой. Мы с терпением, с особым волнением, дали нас праздник большой. В гости к будущим первоклашкам пришли все времена года. Осень, пора идти в школу. Первая зима без воспитателей. Любимый персонаж сказок Баба Яга на прощание научила собирать портфель. Скоро пригодится. И через три летних месяца ребята покажут все, чему научились в детском садике. Безопасность – первостепенная задача не только в высокий сезон. Анапа считает самым безопасным городом. И администрация курорта поддерживает это звание. Рост преступлений среди мигрантов мэра Анапы Сергей Сергеев называет угрозой всему городу. И намерен жестко бороться с преступностью и правонарушениями. Межведомственная комиссия выходит в рейды каждый день. Поселок Суворов в Черкесске, улица Суворова. Межведомственная комиссия проверяет адрес. Соседи жаловались на шум. Открыли три иностранца. Хозяев нет пока на работе. По словам граждан Узбекистана, проживают втроем. Больше мигрантов нет. Документы в порядке. В поселке спокойно. На улице после девяти часов вечера никого нет. Спокойной в Уташе. Но это только внешнее спокойствие. В заброшенных зданиях к ним даже подходить страшно. Не то, что жить. Ночуют иностранцы. На просьбу предъявите, пожалуйста, паспорт. Невнятные ответы. Личный досмотр, проверка карманов. Обязательная процедура перед посадкой в служебный транспорт. Применяют ко всем. А вот ведут себя гастарбайтеры по-разному. Кто-то нагло ухмыляется, кто-то переживает, кто-то просит разрешения позвонить домой. Люди разные. По дороге на Уташе участковые сотрудники полиции остановили двух мигрантов. Это правило приезжих в чужой стране в одиночку не ходят. На работу, домой, стараются сопровождать друг друга. Документы в горле? А ты знаешь, что по российским законам ты обязан носить с собой документы? Не копии, а оригиналы. У парня документы украли на стройке. Свои же. Чем привлекает иностранных гостей Анапа? Если бы приезжие работники говорили по-русски, рассказали бы. Высокие зарплаты на стройках, возможность поработать на юге России. Причины достойные и в ответ требуют достойного поведения от гостей. Работать и зарабатывать разрешают, но на законных основаниях. Закон один для всех. Межведомственная комиссия выходит в рейды каждый день. Сотрудники полиции, участковые, специалисты миграционной службы и казаки выявили закономерность. Если у иностранных работников документы в порядке, они спокойно разговаривают с комиссией и приглашают войти во двор. Другая категория – нелегальные мигранты. Убегают, прячутся в мусорных контейнерах, кустах и ямах. Полиции уверены – прятаться незаконным зарубежным работникам осталось недолго. До начала официального открытия чуть больше недели. Первый заместитель мэра Анапы Светлана Яровая провела совет безопасности с руководителями городских служб и ведомств, а также главами сельских округов. Как сделать курорт более привлекательным, повысить уровень обслуживания и о чем еще говорили на совещании, расскажет наш корреспондент Светлана Авилова. На заседании антитеррористической комиссии первый заместитель главы курорта Светлана Яровая отметила. До открытия летнего сезона осталось совсем мало времени. Но, тем не менее, Анапа должна достойно встретить своих отдыхающих. Она попросила всех, кто готовился к этому дню, с докладами четко ответить на вопросы, с каким итогом подошли к курортному сезону, где есть недоработки и в какие сроки возможно их устранение. О готовности здравниц к лету доложил начальник управления по санаторно-курортному комплексу Дмитрий Ерохин. Одна из главных задач курорта – общественная безопасность. Сотрудники управления проверяют пансионаты, санатории, базы отдыха и детские лагеря. На наличие тревожных кнопок, системы противопожарной защиты и видеонаблюдения, а также лицензированной охраны. По результатам мониторинга, готовность учреждений более чем на 90%. Спасательные медицинские посты на всех пляжных территориях будут снабжены необходимыми комплектами для спасения жизни на воде и оказания первой медпомощи. В целях безопасности будет проведен и ряд других мероприятий. 31 мая на центральном пляже будут проведены практические занятия с хозяйственными субъектами, эксплуатирующие пляжные территории по вопросу обеспечения безопасности и технического оснащения пляжных территорий. Среди приоритетных направлений остаются вопросы обеспечения личной и имущественной безопасности гостей курорта, предупреждения правонарушений и преступлений на территориях здравниц. Начальник полиции отдела МВД России по городу-курорту Анапа Андрей Раб отметил, ряды анапских полицейских на летний период усилены. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю для охраны курорта выделило 221 сотрудника. Усилится и охрана в каждом детском лагере. В каждом из них будет и закреплен, и будет проживать сотрудник полиции, сотрудник по делам несовершеннолетних. Это будет инспекторский состав и оперативный состав уголовного розыска, и ПЭП будет закреплен за всеми объектами. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Анапы Лариса Медведева сообщила, на курорте в полном объеме проводятся все необходимые мероприятия по обеззараживанию сточных вод. Качество воды перед началом сезона на территории муниципального образования города-курорт Анапы, которая подается на хозяйственно-бытовые цели, благополучная вода безопасна в эпидемическом, радиологическом и санитарно-химическом отношении. Заместитель начальника отдела пожарной надзорной деятельности города-курорта Борис Чичкало доложил, что за последние годы на объектах санаторно-курортного комплекса пожаров не зарегистрировано. Этому способствует серьезная работа с руководителями здравниц, которая проводится в течение всего года. Один из не менее актуальных вопросов, который был задан в ходе совбеза, о состоянии проездов к морю на Пионерском проспекте. Летом из-за скопления там торговых точек и автотранспорта пожарным машинам невозможно быстро проехать к месту происшествия. Светлана Яровая предложила создать рабочие группы по обследованию проездов к пляжам и изысканию мест на территории курорта для парковок и нагороднего транспорта. Также она сократила срок готовности всех предприятий санитарно-курортного комплекса. Обозначенное ранее 15 июня было заменено на 6 число. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа-Регион. На курорте продолжаются рейды по контролю за санитарным состоянием города. На этот раз межведомственная комиссия побывала с проверкой на улице Шевченко. Оказалось, жильцы домов выставляют мусор на газоны и дорогу. С подробностями и итогами рейда наш корреспондент Алина Гумерова. Комиссия, приехав на место, сразу же выявила множество нарушений. На муниципальную территорию жители улицы Шевченко выносят крупногабаритный мусор. Старую сантехнику, двери, оконные рамы, строительный мусор. Надеясь, что все это вывезут машины. Но вывоз крупногабаритных отходов осуществляется на других условиях. Надо заказывать спецтехнику. Хозяйка одного из домов выставила на улицу собачью будку. После замечания внесла ее обратно во двор. Некоторые анапчане уверяют, не знают, что крупный мусор должна вывозить специализированная техника по заявке. Жильцы другого дома на улице Шевченко утверждают, что не имеют никакого отношения к доскам возле дома. Мусор им кто-то подкинул ночью. Просто очень ужасно, очень обидно, что люди вот так, не по-соседски, живя совершенно в противоположном конце квартала, совершенно на другой стороне улицы, бессознательно выносят и складируют свой вот этот мусор, с отходами, вместо того, чтобы вызвать технику специализированную, оплатить и вывезти. Другим хозяевам не удалось обмануть комиссию. Заместитель начальника управления ЖКХ Татьяна Буняк заметила следы свежеспиленных веток на дереве. Все эти ветки видно. Вот они непосредственно ветки от этого дерева, вот обрезанные сучки. И пилили не сегодня. Значит, пожалуйста, ставим условия. Значит, заказывайте машину и вывозите эти ветки. Территория рядом со строящимся зданием на улице Шевченко вся захламлена строительным мусором. Тротуар не приведен в порядок. Плюс ко всему, по этому адресу были выявлены и другие нарушения. Идет самовольное подключение воды непосредственно на это домовладение. Никаких технических условий, ничего нет. Мало того, что на сегодняшний день весь этот колодец сейчас просто захламлен. Около одной из торговых палат комиссия заметила спиленные ветки и бытовые отходы. У хозяйки не оказалось договора на вывоз мусора и даже разрешения на торговлю. Данные о том, что у вас отсутствует договор, мы передадим в Роспотребнадзор. Вы не имеете права сейчас вообще что-либо открывать и вообще что-либо здесь осуществлять в виде деятельности без разрешительных документов. Морозильную камеру с тротуара попросили убрать и также потребовали закрыть ролет, пока у хозяйки не будет всех разрешающих документов. Участковый составил административные протоколы и выписал повестки всем недобросовестным нарушителям, проживающим на улице Шевченко. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» провел интернет-конференцию с коллегами из города Волгограда. В Анапе такое мероприятие проходит в первый раз. Город-курорт совсем недавно включили в список проекта «Города воинской славы». Ребята делились опытом работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в своих городах. Алена Маркарян познакомила коллег с военно-патриотической программой «Вахта памяти». Студенты подробно описали, чем и как они помогали ветеранам Великой Отечественной войны. Надеюсь, что в дальнейшем будем также поддерживать отношения, не только, как я говорю, видеоконференции этих, но и приглашать непосредственно сюда, в Анапу, чтобы они наяву видели, как мы работаем. И нам, конечно, хочется туда съездить тоже в Волгоград и посмотреть на их работу. В общем-то, у них очень много интересных проектов. Практику проведения интернет-конференции продолжат. Организаторы запланировали выезд делегации, чтобы работники центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи узнавали новые и интересные методы работы. А мы переходим к новостям спорта. 3-2. С таким счетом завершилась встреча анапчан и команды «Флайтс» из Красноармейского района. Исход игры 1-2 Кубка Краснодарского края мог оказаться намного печальнее для анапчан. Хозяева поля проигрывали гостям 3-0. Во втором тайме на замену вышел запасной игрок команды «Анапа» Артем Бусаев и вывел команду на выигрышную прямую. В результате 3-2 в пользу красноармейских «Флайтс». И в завершении выпуска прогноз погоды на завтрашний день. В пятницу 31 мая в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью до 20 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.